Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Время говорить». Минувшие выходные, как и первый рабочий день, были богаты на события. О самых важных из них расскажут наши журналисты. Коротко о главных новостях. МЧС предупреждала. Рязань окольцевал огонь. Сильный ветер разнес пламя с огромной скоростью. Оперативная сводка. Сотрудники силовых ведомств сообщают об итогах своей деятельности за прошедшие выходные. Жители рощи в ожидании чуда, когда их переселят из аварийного жилья. Теперь обо всем подробнее. В воскресенье в региональное управление МЧС поступили десятки звонков от встревоженных рязанцев. Поводом для беспокойства стало сильное задымление нескольких микрорайонов, в числе которых кольное дашково-песочно и близлежащие деревни. Едкий дым шел с поймы океи. Горела сухая трава. Определенно распространению огня поспособствовал и сильный ветер, который не успокоился и до настоящего времени. О том, какие разрушения принес огненный вихрь, в материале Глеба Галушкина. Сильный ветер в эти выходные послужил причиной серьезных происшествий. Рязанские спасатели в субботу и воскресенье делали до полусотни выездов ежедневно на места возгорания сухой травы. К сожалению, весенняя привычка некоторых жителей полить поросли, да и небольшие кустарники не исчезает. А в придачу с сильным ветром это привело к задымлению практически всех городских микрорайонов. Например, сильно горели поля за окружной дорогой совсем недалеко от жилых домов. А в сельской местности пламя быстро от травы распространялось и настроение, среди которых были и жилые дома. Кстати, буйство стихии стало причиной не только пожаров. Ветер был такой силы, что в ряде районов региона он выворачивал с корнями большие деревья, опрокидывал крыши построек и плохо закрепленные вывески магазинов. А в центре Рязани его напора не выдержал и светофорный столб. Однако свои главные силы сотрудники МЧС сейчас направляют все-таки на предотвращение возгораний именно сухой травы. Впрочем, наряду с профилактическими мероприятиями спасатели напоминают и о возможной суровой ответственности за причиненный ущерб, вызванный поджогами. Сейчас в ведомстве идет разговор о досрочном введении особого противопожарного режима. По мнению спасателей, его необходимо вводить уже в середине апреля. Ветер в лицо, песок на зубах. Снег сошел с дорог и тротуаров, оголив землю. Какую опасность несет поднявшаяся в воздух пыль? Ведь мы с вами живем в городе, большом и загазованном. Какой гадостью приходится дышать рязанцам? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете. Каждый год после того, как сходит снег, на рязанских дорогах и тротуарах скапливается огромное количество пыли. Борьба с этой напастью вроде бы идет постоянно. Но, видимо, сил и средств у коммунальщиков просто не хватает. Однако эти недоработки на себе ощущают простые горожане. Сейчас в городе очень много пыли. Как вы считаете, коммунальные службы справляются с этим? Я думаю, что нет. Зимой нужно с песка меньше сыпать на дорогу. Против гололеда сыпать, поэтому пыль сейчас летом из-за этого. А вот ваши ощущения, дышать можно тяжело или что-то еще? Да, конечно, очень тяжело дышится. Мусор сжигает еще тоже. Работаешь, допустим, в больнице. Открываешь окошки просто проветрить, и пыль сразу оседает. То есть санитарки не успевают работать, если кабинетов много в больнице. Да нет, вот в парке здесь все постоянно идет. Уборка здесь нельзя жаловаться. Ну, наверное, слишком загружен транспорт там, город, поэтому... Больше всего пыли появляется на дорогах в основном в теплое время года. В этот период врачи отмечают всплеск обращения пациентов с хроническими заболеваниями. Смесь песка и сухой грязи, которые поднимаются в воздух, грозит не самыми приятными последствиями для здоровья. Собственно, в пыли это в основном крупные частицы, то есть песок, это могут быть какие-то аллергены, допустим, пыльца растений, шерсть животных, это возбудители заболеваний, бактерии, вирусы. Причем совершенно любые. Если там вирусы им больше передаются при непосредственном контакте, то бактерии, там у них бактерии туберкулеза, другие, сохраняют достаточно долго, именно в пыли. А пока каждый спасается как может, но не всегда успешно. Если же профилактические меры не помогают, нужно сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Так советуют врачи. В общем, пережить пыльное время в городе отнюдь непросто. Остается только надеяться, что в этом году коммунальщики все-таки возьмут ситуацию с пылью в нашем городе под контроль. Рязанские полицейские сообщают подробности недавнего задержания злоумышленников, которые подозреваются в нападении на пенсионерку, жительницу села Глебова. Пострадавшая 73-летняя пенсионерка обратилась к сотрудникам правопорядка с информацией о том, что в ее дом ворвались незнакомцы и под угрозой физической расправы потребовали отдать им все ее сбережения. Подробности в следующем сюжете. Этот случай произошел в декабре прошлого года. В полицию обратилась 73-летняя жительница села Глебова Путятинского района. Она сообщила, что накануне ночью к ней в дом ворвались незнакомцы. Под угрозой расправы потребовали деньги. Испуганная пожилая женщина указала на шкаф. Злоумышленники забрали деньги – 50 тысяч рублей – и скрылись. В марте сотрудникам Рязанского уголовного розыска удалось выйти на 40-летнего жителя Гермешинского района Рязанской области, который в конце прошлого года внезапно переехал в соседний регион. Также оперативники установили помощников подозреваемого и задержали злоумышленников. Розыск и задержание подозреваемых осложнились тем, что они очень часто и быстро меняли место проживания. Сотрудникам Рязанского уголовного розыска пришлось выезжать сразу в несколько регионов, чтобы задержать гастролеров. В итоге злоумышленники были задержаны на территории Московской области и уже сегодня ночью оперативники доставили их в Рязань. Задержанные дают признательные показания. У сотрудников полиции есть все основания полагать, что злоумышленники причастны к совершению аналогичных преступлений и на территории других районов Рязанской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Алексея Новикова завершено. Об этом сообщают рязанские следователи. Напомним, Новиков был задержан 23 января 2014 года при получении в служебном кабинете взятки в размере 1 миллиона 140 тысяч рублей. Напомним, уже бывшего замначальника региональной налоговой службы Алексея Новикова задержали с поличным при получении взятки в своем кабинете в четверг 23 января 2014 года в размере 1 миллиона 140 тысяч рублей. В отношении Новикова возбуждено два уголовных дела по статье о получении взятки в особо крупном размере, а на его посредника во взяточничестве. Следствием установлено, что в период с августа 2012 года по февраль 2013 года Новиков, являясь заместителем руководителя регионального управления ФНС, потребовал от подчиненных ему начальников трех межрайонных инспекций принимать решение о возмещении и возврате НДС только по его распоряжению, а также поручил двум из них выдвигать представителям организации налогоплательщиков под угрозой нарушения законных интересов последних на возврат НДС требования передачи для него, то есть для Новикова, взяток за возврат данного налога в размере 10% от суммы и получать эти деньги и передавать их ему. Сейчас уголовное дело в отношении бывшего замначальника региональной налоговой службы Алексея Новикова и ряда других сотрудников передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд. К другим новостям. Жители аварийных домов, располагающихся в районе рощи, в недоумении. Людям приходится ночевать практически под открытым небом. Когда планируется их расселение, никому неизвестно. Ситуация обостряется еще и тем, что за ветхое жилище его владельцам ежемесячно приходится вносить коммунальные платежи. Этот двор на пересечении улиц Шевченко и Пушкина появился более полувека назад. По словам местных сторожилов, именно тогда и начались проблемы. С момента, как его поставили, то есть мы вселились, там какой-то вот брак получился в соединениях труб внизу. В канализации. В канализации. Трубы не так должны соединяться, они вот так. И теперь эта вода вот 55 лет течет, канализация. Вонь у нас сейчас. Зайдите. Вы сразу упадете. Это вот столько мы там, и там дети, и все. Сколько людей уж умерло, невозможно. Наверное, особо первый этаж уже там нет. Сейчас одни квартиранты. Запах канализации из подъезда проникает в квартиры, доходит до второго этажа. Но это еще полбеды. Стены буквально рушатся. Люди, устав обращаться в ТСЖ, стараются своими силами продлить существование своих жилищ. Покупают цемент, песок, кое-как заделывают трещины. Покупаем за свои деньги, да, и вот видим, где что-то уже, да, и мы начинаем делать. Но так, как я хочу сказать, за 58 лет, да, мы платим регулярно все. И платим деньги немаленькие. Куда наши деньги тогда все уходят? Раз за 58 лет ничего вообще, все мы. И теперь пошла приватизация, да. Приватизировали все. Теперь, если обращаешься, только и говорят. Раз вы приватизировали, это ваше, вы собственники. Тогда я так хочу сказать. И вот мы все. Если мы собственники, раз правильно, моя собственная, да, я за свои деньги все делаю, тогда зачем я буду платить? Балконы тоже едва держатся, и каждый из них вот-вот готов рухнуть. В некоторых местах оторвались куски кровли, и теперь при порывах ветра стучат, напоминая жителям, что вскоре они могут остаться в буквальном смысле слова без крыши над головой. Не лучше дела обстоят и внутри домов. С потолков осыпается штукатурка, а обои отстают из-за сырости и сквозняков, проникающих через дырявые стены. И в администрации нас, значит, заверили, что наши дома будут сноситься. И еще, значит, нам дали бумагу, чтобы мы написали наше пожелание, где мы хотим все такое. Но раз наши дома будут сноситься, опять-таки, зачем с нас берут опять за капитальный ремонт? Теперь жильцы аварийных домов возмущены тем фактом, что им приходится платить деньги на капитальный ремонт, тогда как двухэтажки давно готовы к сносу. А люди мечтают поскорее переселиться из них в теплое и сухое жилье, где они не будут бояться, что стены вот-вот рухнут. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа подробностей. Гостем нашей студии стал Сергей Грязнов, заведующий отделением сосудистой хирургии областного клинического кардиодиспансера. Ну а мы увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова